Очередную партию помощи передало Управление казначейства для наших бойцов через ОНФ. В акции «Всё для победы» сотрудники ведомства участвуют добровольно. В этот раз собрали вещи для бытовых нужд – газовые горелки, баллоны, шуруповёрты. Это именно то, что попросили сами парни с фронта. Анна Зубарева о поддержке с родной земли. Не можем оставаться в стороне, потому что понимаем всю серьёзность ситуации. Так говорят сотрудники казначейства по коме. Это уже третья их партия, переданная солдатам. До этого были продукты питания, средства личной гигиены, термобельё, медпрепараты. Сегодня – вещь для бытовых нужд. Каждый раз для нас это важное событие. Почему? Потому что и наши соотечественники, и наши жители республики коме находятся сейчас на передовой. И мы хотим, чтобы наша помощь была востребована и здесь, и сейчас, и она пригодилась. То есть они просто отправлены для галочки, чтобы мы поучаствовали. На днях в общероссийский народный фронт как раз пришла просьба оказать помощь 15 защитникам. Туристические коврики, портативные газовые баллоны и горелки, бензопила и шуруповёрты. Об этом они попросили сами. С учётом того, что быстро газ может исходить, комплектовали на одну газовую горелку 5 баллонов. Ну, соответственно, сезонный газ от минус 20 до плюс 35 градусов. Старались учитывать климатические условия, которые сейчас у нас наступают. ОНФ отправит коробки в ближайшее время. На этой неделе или следующей. С начала сбора всего передали на линию. Огня уже 500 килограммов гуманитарки. Бабушки приносят носки, мужчины приносят одежду, которую, допустим, приносил нам сотрудник МЧС. Берцы, два комплекта. Говорит, я уже закончил свою работу. У меня берцы лежат, ребятам они будут нужнее. Сотрудник, лётчик, принес тоже свою одежду тёплую, которая выдавалась ему на работе. И он с теми же словами, что ребятам они будут нужнее, чем мне здесь. В офисе Народного фронта как раз то, что принесли неравнодушные жители Коми. Берцы, зимние и демисезонные тёплые одежда, рации. Там, на передовой, принимают всё это с большим теплом. И вещи, и бытовую технику, и открытки от детей. К Берцу мы ещё добавляем шерстяные носки, которые бабушки приносят. А некоторые бабушки приносят и вставляют всё с шоколадки. Носки говорят, пускай ребятам будет сюрприз. Сегодня на фронте крайне востребованы квадрокоптеры, рации, ночные и коллиматорные прицелы, тепловизоры. Вещи дорогие. Поэтому Народный фронт открыл сборы «Всё для победы». Перейдя по QR-коду, можно перечислить любую посильную сумму. Или оказать финансовую поддержку в банке через реквизиты. Помочь и сориентировать всегда готов Народный фронт. Его адрес – Сыктывкар, улица Бабушкина, дом 4. Анна Зубарева, Олег Жуковский, Селиканал Юрган.